Донецкая Республиканская универсальная научная библиотека и посвящена одной из самых животрепещущих тем современного русского мира – войне на Донбассе. Важно было объединить и поэтов, и композиторов, и музыкантов, и художников с тем, чтобы они создавали свои произведения как непосредственные очевидцы. Это рупоры эпохи, они должны говорить о том, что происходит, и, разумеется, они уже об этом говорят, только важно, чтобы это было услышано. Результаты совместной работы не заставили себя долго ждать. Желающих принять участие в акции оказалось действительно много. Цель была у всех одна – создать сборник стихов, отображающих жизнь и эмоции очевидцев военных действий, а главное – высказать слова поддержки и уверенности в победе. Общими усилиями донецкие и кубанские авторы в короткие сроки собрали работы для сборника, который 6 июля был презентован в столице республики под названием «Душа Донбасса». Я читала и редактировала все эти стихи, я снова проживала все эти события. Это на самом деле очень нелегко, но я думаю, что это очень важно, чтобы люди читали о том, что они пережили, еще раз это отреагировали, могли об этом говорить, потому что мы, как психологи-психотерапевты, знаем, что когда люди переживают трагические события, они травмированы, очень важно отреагировать то, что они пережили, не держать это в себе, и тогда эмоциональное состояние улучшается, с каждым днем становится все более стабильным, спокойным, и люди могут жить и трудиться, несмотря на то, что, в общем-то, ситуация на сегодняшний день по-прежнему нестабильна. После презентации в Донецке сборник вернется в Российскую Федерацию для дальнейшего представления его в Краснодаре, которое запланировано на 12 июля. И уже там те российские авторы, которые по разным причинам не смогли приехать на презентацию в Донецк, смогут с ним познакомиться и поделиться своими впечатлениями от результата. Анна Триксель, Екатерина Боева, Маргарита Миронюк, Новороссия ТВ.